Промежуточные итоги пожара опасного периода, объявленного с апреля, подвели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным отдела надзорной деятельности, в муниципалитете зафиксирован один пожар в Нахабинском участковом лесничестве Минобороны и 11 случаев пала сухой травы. Как отмечено в ходе встречи, эти показатели в несколько раз ниже аналогичных, зарегистрированных в прошлом году. В целом показатель довольно-таки хороший по тому, что у нас очень довольно-таки низко показатель по лесным пожарам, по палу травы. Это показывает о том, что работа ведется, именно работа профилактическая ведется, жители нас слышат. В профилактической работе задействованы сразу несколько ведомств, от администрации до лесничеств. Внимание в первую очередь уделяется беседам с жителями и проверкам населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. В Красногорске таких 9, а еще 22 СНТ и детский оздоровительный лагерь. Положительный эффект дает и пешее патрулирование. Проводится население на ежедневной основе. Усиление мы берем на выходные и праздничные дни. Мы проводим патрулирование с привлечением сотрудников ГКО МОСОБЛЛЕС, 15-го пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС РФ, администрации, ОМВД и представителей добровольных организаций. Проводим профилактику как в лесопарковой зоне, так и на водных объектах и, соответственно, в частном жилом секторе. Также проводятся противопожарные мероприятия, которые включают в себя прочистку противопожарных просек, установку информационных аншлагов, прочистку и создание нерезервных полос, которые служат неким барьером для распространения огня. Помимо этого проводятся мероприятия по уборке леса в захламленности, проведение санитарных рубок. По итогам проведения данных мероприятий снижается класс пожарной опасности. На повестке дня, кроме того, пожарная безопасность детских образовательных организаций в канун нового учебного года. По словам начальника профильного управления Натальи Тимошина, инструктажи регулярно проходят как обучающиеся, так и педагоги, а сотрудники администрации школы садов – дополнительное обучение. Проверки на исправность противопожарного оборудования и соответствие требованиям безопасности состоялись во всех организациях. Три получили предписание. На устранение нарушений, которые были выделены в ходе проверок, плановых проверок, это у нас в гимназии номер 7, бывшие здания срочного людей в Мозаиках и вершина, выделенные в мае, денежные средства в размере 2 миллионов 874 тысяч, и все нарушения будут устранены в новом 2022-2022 году. Еще одной темой обсуждения стала подготовка к отопительному сезону. Из 1606 многоквартирных домов готовыми к зиме можно назвать 634, сообщила начальник управления ЖКХ. По словам Анны Тураевой, показатель мог быть и выше, но УК ЖКХ Онлайн, в ведении которой больше полутора сотен МКД, едва справляется с работами. На выручку будут брошены силы МБУ КГС, чтобы закончить профилактические мероприятия по промывке, опрессовке сетей и наладке оборудования в срок. Он установлен, как и всегда, на 15 сентября.